27 сентября 2020 года с праздником с Крестовоздвижением. Это специальный праздничный выпуск блога «Святая Земля сегодня». И говорить мы с вами будем, конечно же, о Крестовоздвижении. Вообще, это самый, наверное, Иерусалимский праздник. И само учреждение этого праздника связано очень сильно с историей Иерусалима, христианского, византийского, о чём я вам сейчас расскажу. Связан этот праздник и с ветхозаветным периодом покаяния, который сейчас идёт. В общем, оставайтесь с нами, вас ждёт очень много редкой и интересной информации. Действительно, много проповедей можно услышать на Крестовоздвижении о духовном, нравственном значении этого праздника, богословском. Но вот именно здесь, живя в Иерусалиме, внимание концентрируется на каких-то вещах, о которых, может быть, другие люди, не живущие здесь, не задумываются или не обратят особо внимания, отнесутся к какому-то проходящему, историческому или ветхозаветному моменту. Живя же здесь, действительно приобретаешь какой-то другой угол зрения. Вот этим я и хочу поделиться с вами. Сразу скажу, что многое из того, что я расскажу вам сейчас, я взяла из замечательного поста, который мой муж написал в живом журнале. Написал давно, уже почти 7 лет назад, не почти, а точно 7 лет назад, в 2013 году. И поскольку живой журнал он уже давно не ведёт, сегодня он сделал перепост к себе в Facebook. Так что найдите в Facebook «Рафаэль Мусан Леви», подпишитесь, и вы сможете почитать этот пост там. Я же расскажу только основные вещи, которые мы с Рафаэлом вместе обсуждали, думали и которые меня в своё время очень-очень впечатлили и поразили. Вещи, связанные вот с этим праздником. Итак, в древности на крестовоздвижение приезжало столько народу, что этот день у нас называли даже «Малая Пасха» или «Вторая Пасха». Сейчас такого не наблюдается ни в связи с коронавирусом, даже до коронавируса, если только не совпадал конец сентября с еврейским Новым годом и с наплывом сюда украинских паломников в связи с хасидскими рейсами. Об этом я говорила в одном из предыдущих выпусков. А то, в общем-то, паломников было немного. Связано с тем, что в сентябре у всех школа, работа, только начался учебный год, и особо родители не торопятся уезжать из дома и ехать в паломничество. А в древности было не так. Дело в том, что праздник этот, крестовоздвижение, это второй день после обновления храма. То есть, в принципе, изначально, в IV веке, 26 сентября, в календаре это был важнейший день обновления храма Гроба Господня. Царица Елена, согласно церковному преданию, в 325, некоторые считают, в 326, обрела крест Спасителя. Елена – первый археолог, она приехала на Святую Землю именно с целью найти крест Господа. Она произвела раскопки, разрушила языческие храмы, которые стояли на том месте, где теперь стоит храм Гроба Господня, и обрела под Голгофой крест. Как мы знаем, она нашла его в старой римской свалке, которая была устроена под Голгофой в древней заброшенной каменоломне. Креста было три, и только когда приложили умершего к одному из крестов, и он воскрес, стало понятно, что один из этих крестов – крест нашего Спасителя. Он был выдружён на Голгофу, и вот с этого момента начинается строительство храма Гроба Господня. Его строили без малого 10 лет, и в 335 году, 13 сентября, его освящали. Как раз незадолго перед этим был проведён первый Тирский собор, и участники этого собора были все приглашены на освящение храма Воскресения Христова в Иерусалиме. Так он называется официально. Мы все говорим храм Гроба Господня, но вообще-то его изначальное название – храм Воскресения Христова. Это событие было невероятной важностью, потому что, во-первых, уже 400 лет существовавшая церковь получает главное земное, скажем так, утверждение своей веры – Голгофа, крест и Гроб Господень. Теперь христиане могут увидеть, стать свидетелями событий, фактически, прикоснуться к этим камням, к этим местам, укрепиться в вере. То есть это имело огромное и вероучительное значение о том, что воплощение и распятие Господа было реальным, живым, не каким-то мифическим, выданным. Тогда же ещё не было семи вселенских соборов, масса ересей была всяких. И, соответственно, очень важно было вот это физическое доказательство реальности страданий Воскресения Христа. А раз есть его крест, от которого творятся чудеса, есть его пещеры погребальные, от которой тоже творятся чудеса, исцеления и свет благодатный, там паломники видели довольно часто, не только на Пасху. Соответственно, это всё было очень важной вехой для создания христианского государства. Мы с вами уже в каких-то предыдущих выпусках говорили о том, что церковь как бы до Константина и его потомков, разумеется, всё не в один день делалось, но церковь как бы не имела достаточной земной формы. В каждой общении были свои традиции, больших христианских храмов не было, молились в катакомбах, под землёй, был страшный период гонений, мученчества. И вот как торжество, как свидетельство торжества, победы христиан, Христа над мучителями, над гонителями, прекращается период мученичества и становится храм воскресения Христова с Голгофой и на нёй крест. Крест как знамение победы. То есть немощь победила, смерть оказалась животворной. Начинается новая эра, в которой христиане не только не будут гонимы, а это будет государственная религия. Вот эта победа, она очень была важна. И храм воскресения Христова в какой-то степени это символ был этого. И вот, соответственно, сам праздник крестовоздвижения праздновали в то время не так широко, как обновление храма. И, скорее всего, его отмечали, собственно, тогда, когда крест в действительности был обретён. Это весной. Вскоре после Пасхи было обретение креста. И этот праздник, если существовал в Иерусалимской патриархии, не был таким значимым. Вот таким значимым Вторая Пасха, да, он стал в V веке при святителе Кирилле Иерусалимском. Тогда этот праздник переносит на 27 сентября, чтобы это получался второй день после обновления храма, после праздника обновления храма, и, соответственно, 40-й день после преображения Господня. Это тоже не случайно, да, обновление храма назначили на, как бы, 39-й, ну, почти 40-й день, да, а Христовоздвижение получается на 40-й день после преображения, потому что событие преображения связано с событием распятия. Человек, да, получает преображение духовное и телесное через то, что он несёт данный ему Богом крест, принимает смиренно страдания, умершляет своего ветхого Адама греховного, и на его месте рождается новый Адам, духовный человек, богоподобный способный жить в жизни вечной, да, то есть вот связь между преображением и крестной смертью Христа и воскресением была ещё в древности замечена святыми отцами и таким образом обусловлена праздниками. Интересно сказать, что праздник обновления храма до сих пор празднуется не только в Иерусалиме, но и в России, в нашем русском церковном календаре называется этот день воскресение Славущее. Славущее – это так называемое, то есть этим подчёркивают, что праздник этот не в честь воскресения Христова, а в честь храма воскресения, который находится в Иерусалиме. И в России даже храмы освящали в честь нашего храма, грубо говоря, Господня. Они называются воскресение Славущее. Храм воскресения Славущее или церковь воскресения Славущее. Ну а что же происходит в эти дни в Израиле? Израиль живёт своей ветхозаветной жизнью, ну та часть Израиля, которая верующая, наши верующие иудеи. И вот в эти дни, когда у нас Рождество Богородицы, обновление храма, крестовоздвижение, это всё получается на одной неделе, очень часто этот период совпадает с десятью днями покаяния ветхозаветными. И нередко крестовоздвижение прямо совпадает с днём Йом-Кипур. Судный день, как по-русски называют, или если дословно, день очищения. В этом году не совсем совпало, но почти Йом-Кипур начинается сегодня вечером. Ну все праздники ветхозаветные, все даты начинаются с вечера, точно так же, как у нас с вами, да, естественно. Так вот сегодня с вечера за заходы солнца начинается Йом-Кипур, завтра, в понедельник 28-го, это Йом-Кипур. Я очень постараюсь всё-таки сделать вам онлайн-экскурсию, чтобы мы вместе погуляли по Иерусалиму в этот день, ну хотя бы рядом с моим домом даже, я думаю, всё равно будет очень интересно. А почему, сейчас узнаете. Сейчас расскажу, но давайте по порядку. Итак, Йом-Кипур – это день очищения, судный день, в который Израиль приносит покаяние в своих грехах. Предшествует этому дню 10 дней покаяния, начиная с месяца Илюль, это последний месяц еврейского календаря, начинается этот период, называется он период Слихот. Слихот – это специальные покаянные песнопения, в них молитвенно обращаются иудеи к Богу и спрашивая прощения в своих грехах. И это как бы такой орнамент, такое красивое, драгоценное окружение, оклад, скажем, вокруг главного песнопения, который совершается в эти дни. Это цитата из пророка Исаии, в которой перечисляются 13 свойств божьих. Это у нас с вами просто текст, да, я сейчас его вам даже прочитаю, а у евреев это молитва, которую поют, и петь он надо обязательно соборно, одному ее петь молиться нельзя, нужно петь ее соборно. Звучит она так. «И сошел Господь в облаке, и остановился там близ Него, Моисея, и провозгласил имя Господа, и прошел Господь пред лицом Его, и возгласил». И здесь начинаются 13 свойств Божьих. «Господь, Господь, Бог, человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и истинный, сохраняющий правду и являющий милость тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех». Надо вам сказать, что, конечно же, евреи исповедуют свои грехи ежедневно, так что точно как и мы, у них есть специальная молитва, которую они читают, есть покаяние ежедневно, это называется малая исповедь, но здесь это особый период покаянный. Ну, например, как у нас Великий пост, да, можно сравнить. Кстати, сравнить и можно, и нужно, потому что молитва, которая, главная молитва, которая звучит в Йом-Кипур, нам с вами тоже знакома, и сейчас вы скоро ее услышите, это седьмая, это «Ирмоск», седьмой песни канона Андрея Критского. Не удивляйтесь, дело в том, что иудейские молитвы все основаны на псалтирии, точно так же, как и наши, и на цитатах из Ветхого Завета пророков и так далее, точно так же, как и наши. Поэтому здесь, на самом деле, очень много таких вот параллелей, и это нас, живущих в Израиле, давно не смущает и не удивляет, это очень даже понятно. Так вот, десять дней покаяния заканчиваются десятом числом месяца Тишрей, еврейский календарь, другой, чем у нас, он лунный, и вот в этот месяц, как Господь заповедовал, положено было приносить всенародное покаяние и жертву за грехи всего народа в Ветхозаветном храме. Завтра на нашей онлайн-прогулке я подробнее расскажу вам о том, что совершалось в этот день в храме в Йом-Кипур, и как жертва приносилась, иначе мы сейчас слишком далеко с вами уйдем, да, это будет слишком уже много. Сегодня скажем лишь кратко, что если в будние дни человек приносит покаяние как бы только за свои личные грехи, то в Йом-Кипур главный мотив – это покаяние народа. И предстателем за весь народ в Ветхозаветном храме был священник. Это прообраз Господа Христа. И сам священник был прообразом Христа. И та жертва за грехи народа, которые он приносил, была прообразом Христа. Как мы с вами говорили, Христос сам и первосвященник, приносящий жертву, и сам же и жертва. И вот молитва, которая очень хорошо передает покаянный настрой этого дня, звучит по-русски, на современном русском так. «Мы грешили, беззаконствовали, неправо поступали пред тобою, не сохранили, не исполнили, что заповедал ты нам, но, Боже, отцов, не оставь нас до конца». Помните, «согрешихом беззаконных, неправдовых пред тобою, ниже соблюдохом, ниже сотворихом, якору заповедал ты нам, но не предашь нас до конца, отцев Божий». На славянском мы знаем ее наизусть, потому что слышим каждый великий пост на первой неделе, когда читается и поется в храме канона Андрея Критского. Первообраз же восходит, естественно, к Ветхому Завету. Это книга порока Даниила, 9 глава. Эта молитва там есть, и вот, собственно говоря, это первообраз вот этого песнопения и нашего, и у иудеев. На Юм-Кипур исповедь читается по алфавиту, называются «Грехи». «Ашамну, богатну, газальну, дебарну, дофи, виноваты, предавали, украли, клеветали». То есть перечисляются подробные грехи. И еврейская традиция говорит, что любой грех, который человек совершил против Бога, если он приносит в нем искреннее, глубокое покаяние, в этот день прощается. Надо сказать, что все стараются примириться до Юм-Кипур, люди стараются уладить все судебные дела, тяжбы. Но это, я имею в виду, люди верующие, да, разумеется. В Израиле, как и везде, есть люди безбожные, атеисты, которые ничего не делают, телевизор в этот день смотрят или на велосипедах катаются. Я имею в виду, а тех, кто действительно, да, как бы вот серьезно относится к этому. И у евреев считается, что те, кто хорошо принесут искренне глубоко покаяние в этот день, примиряться со всеми врагами, они записываются в книгу жизни на будущий год. Поэтому перед Юм-Кипур все желают другу гумархат и матова, то есть хорошие вам записи в книгу жизни, как бы, да, вот это такой особый день. И если вы внимательно слушали меня, то вы, наверное, уже увидели потрясающую совершенно параллель между Юм-Кипур и крестовоздвижением, потому что наше очищение, искупление от грехов произошло на Голгофе. Обретение животворящего честного креста, как победа над смертью и грехом, и в эти же дни покаяния у евреев, их ожидание прощения, да. То есть здесь, конечно, очень хочется сказать им, да, что вот-вот уже грехи ваши взяты на себя Господом, прибегите к нему, поклонитесь его кресту, и вы будете спасены. Но это бесполезно, Господь должен сам, он сам каждому человеку открывает ум в тот период жизни, когда ему это нужно. Поэтому мы проповедью никакой не занимаемся, мы с вами наблюдаем, рассуждаем и просто сопоставляем, скажем так, да, события. Конечно, нельзя сейчас сказать с уверенностью, что освящение храма и праздник Истовоздвижения, потому что обновление храма – это освящение, да, нарочно был назначен на эти даты, в которые часто бывает, Йом-Кипур, и точно бывают дни покаяния у евреев. Но нельзя этого и исключить, потому что в Византийской империи евреи жили здесь. Да, их было меньшинство, большинство покинули Святую Землю, но какие-то, во-первых, оставались, во-вторых, вполне могли быть знакомы наши епископы с традициями, потому что некоторые были просто из евреев. Но я имею в виду, что уже ученики апостолов, но по рождению своему, и учеников апостолов, да, но по рождению своему происхождение, скажем так, местного, даже если они были не евреи, но местного происхождения, например, даже сириане или греки, но родившиеся и жившие здесь из поколения, простите, в поколение, они, конечно, знали о Йом-Кипур, и о вот этих вот днях, и о том, как евреи особо в этот день скорбили, в древности особенно, да, о разрушении храма, потому что именно в храме приносилась жертва очистительная, а сейчас у них нет этой возможности. Как говорят раввины, вся надежда только на милосердие Божие, потому что негде нам жертву очистительную ему принести. И кто знает, может быть, поэтому и была какая-то еще мысль о том, чтобы этими праздниками утвердить окончательную победу Нового Завета, да, и поэтому именно в эти дни положить обновление храма и праздник крестовоздвижения. Это нигде не написано, да, мы можем просто это предполагать, но вот рассуждая, да, конечно, это всего лишь мое мнение, и даже не мнение, а мое предположение, да, вернее, так сказать, точно мы, конечно, такие вещи с вами не знаем. И вот сегодня в Йом-Кипур, стараясь как бы восполнить эту опустошенность, пустоту в отсутствии храма, евреи одеваются, верующие, в белую одежду в память о том, как первосвященник снимал первосвященническое облачение, одевался в белый льняной хитон. И хотя сегодня, конечно, большинство просто носит европейские платья, европейские костюмы белого цвета, но есть и те, которые надевают прямо такие хитоны, знаете, похожие на белые рубашки, в которых окунаются наши паломники, в иордан. Ну, белый, естественно, это символ чистоты. И вот так христиане до коронавируса все шли ко гробу Господню в эти дни, а иудеи в синагоге и в белых одеждах встречали день покаяния. Ну, а что же происходило раньше в храме гроба Господня в этот день? В храме гроба Господня бывало торжественное, очень патриаршее богослужение. В самом храме есть место обретения креста Господня. В одном из выпусков блога я вам уже рассказывала. Находится оно, естественно, что под землей, в часовне святой царицы Елены. Это заброшенная древняя каменоломня еще от времен строительства первого храма. И здесь на полу есть плита, обозначающая условно место, где был обретен крест. И после литургии сюда бывает крестный ход, и патриарх здесь совершает чин воздвижения креста. Когда крест тогда в 326 году обрели, его подняли с земли и поставили его вертикально. И вот поэтому на этом месте и совершается чин креста воздвижения. То есть патриарх и духовенство присаживаются на корточки, крест опускают на землю ставят и потом поднимают его с пением «Кирилейсон, Кирилейсон, Кирилейсон», поднимают его наверх, то есть поют «Господи помилуй, Господи помилуй» и над головой патриарх его держит. Потом опять несколько раз-то делают, трижды на литии. Вот такая наша иерусалимская традиция. Притом крест у нас обычно располагается на таком блюде большом, заполненном базиликом. Базилик от слова «базилевс» – царь, царский цветок. Греческое предание говорит о том, что когда царица Елена пришла в Иерусалим, снесла языческие храмы, уже узнала от местных, что казнили при римлянных при старой власти языческой здесь, вот на Голгофе, обрела саму Голгофу, снеся вот эти храмы языческие, срыла всю землю вокруг, и она думала, где же теперь искать крест, откуда начать копать. Она знала, что должна быть свалка рядом. И вот она увидела девочку-пастушку, которая ходила с овечками. И с одной стороны холма рос густо базилик. И Елена разговаривала с ней, девочка не знала, что эта царица думала, просто женщина. И девочка ей рассказала, знаешь, говорит, какое здесь чудо. Я сюда привожу овечек, какую болезнь они не болеют, поедят эту травку, сразу выздоравливают. Елена поняла, что, конечно, от простого базилика такого быть не может. И она приказала именно там начать копать. Стали копать, попали в древнюю цистерну, из цистерны уже в древнюю каменоловню заброшены, и там и обрели крест. Вот с тех пор у нас такая традиция, да, греческая, иерусалимская, греческая, а обязательно крестовоздвижение, это базилик. В нашей иерусалимской патриархии принято на этом базилике делать закваску для хлеба на весь год. Главный пекарь патриархии у нас игумени Серафима. Она игуменья монастыря Сайданая в старом городе, небольшой женский монастырь, 15 сестер там живет. И вот она, главный пекарь патриархийный. Она рассказывала так, что она берет базилик из-под креста, а у нас его просто после службы раздают, к кресту, когда прикладываются люди, то вот этот базилик, на котором крест лежал, его просто всем раздают. И она кладет его в воду. По-моему, на день или два, потом она вынимает базилик из воды и в воду кладет муку в нужной пропорции, 50 на 50. И мука начинает бродить, потому что базилик же немножко кисленький, вот он дает вот эту вот, да, такую вот кислую среду. Мука начинает бродить, потом она подкармливает закваску, ну, как положено в течение недели, и выращивает вот так закваску. И на этой закваске пекут хлеб для патриархии, для всех насельников, и просвор, и все целый год. Кроме базилика, крестовоздвижение у нас связано еще и с гранатами. Именно к 27 сентября обычно поспевают гранаты. Арабы, даже мусульмане, так и называют этот праздник, праздник гранатов, потому что на гранатах появляется крест. Когда гранат созревает, он лопается снизу, и появляется вот такой вот крестик. Так что сбор гранатов, конечно, облака первые, такие уже выразительные, зимние приходят к нам, уже становятся прохладнее ночи, ощущается дыхание осени, приближающейся зимы. И опять же, это очень символично, потому что зима у нас – это дожди. Засохшая земля напитывается этими дождями, она оживотворяется им, как наша душа питается и орошается слезами покаяния, как дождем благодатным святая земля. И как святая земля произрастет сейчас после дождей ноябрьских, декабрьских свежую травку и цветы, так наша душа, орошенная нашим покаянием, слезами покаяния, как сухая пустыня, превратится в цветущий луг. Вот эти все символы здесь, на святой земле, они просто ощутимы. Для этого не надо быть ни богословом, ни философом. Нужно просто жить и наблюдать жизнь вокруг тебя. Ну вот, мои дорогие, это все, что я хотела рассказать вам сегодня. Пусть крест Христов хранит каждого из нас от гордости, от самолюбия и эгоизма, от унимого величия и не только нас, но и страны, и государства, и всех вокруг нас живущих. Потому что действительно только через смирение осуществляется победа. Победа над нашим главным врагом. А ведь наш главный враг не политический, не Америка, не Англия. Наш главный враг это не какой-то человек, даже антихрист. Как сказал апостол Павел, наша брань не против плоти и крови, но против духов злобы поднебесных. То есть против дьявола и его силы. А здесь нет другой победы, кроме победы крестной. Победа через смирение, прощение и примирение. Вот это очень для нас важно. Внутренний мир, который надо сейчас очень хранить. Сейчас действительно время такое тяжёлое. Хочется каких-то искать врагов вокруг, хочется разоблачить все тайные заговоры, вывести всех на чистую воду, хочется освободиться от этого бремени, которое мы сейчас все на себе несем. Но Господь это попускает не для того, чтобы мы воевали с этим вот так, а для того, чтобы мы воевали внутренне, воевали с самими собой, и чтобы наш ветхий Адам распялся на кресте, и воскрес Адам новый, в вечности живущий со Христом. Вот этого хочется всячески нам пожелать и себе, и вам, и вашим родным, и близким. Также хочу сказать вам, что наш утренний кофе переехал из Инстаграм в Ютуб. Это связано с тем, что Инстаграм не предназначен для таких 15-20-минутных выпусков. Это все-таки другой формат, и мне кажется, больше людей смогут присоединяться к нашему утреннему кофе, уже полюбившемуся моим подписчикам Инстаграма. А всех приглашаю во вторник и в четверг пить кофе вместе. Ровно в 8 часов утра я буду выходить в прямой эфир из того места, где окажусь в тот момент с чашкой кофе в руке. Советую вам подготовиться, чай или кофе налить. И мы общаемся в прямом эфире. Мы всегда выбираем какую-то тему с вами для обсуждения. И дальше вы будете участвовать, как мы делали это в Инстаграме, да, то есть вы пишите мне в чат ваше мнение, вопросы по данной теме. Мы обсуждаем, насколько можем живо за чашечкой утреннего кофе. Итак, в 8 утра по вторникам и четвергам утренний кофе из Иерусалима теперь будет с вами на Ютубе в режиме стриминга, в режиме лайф. Это единственное объявление, которое хотела сделать. Еще раз с праздником и храни вас Господь. До скорой встречи.